Здравствуйте, мои дорогие друзья, дамы и господа! Я Роман Головин, и сегодня немножко будет необычная лекция. В последнее время такие лекции вообще не делаю. Проводили с Анастасией ченнелинг по поводу основных космических законов. Ченнелинг был очень длительный. Анастасия, конечно, тяжеловат еще такие вещи. Говорит, так как она по-русски не очень хорошо разговаривает, но с каждым днем все лучше и лучше, конечно же. Русский язык у нее будет. И сегодня я просто зачитаю те космические законы, которые подтвердились, которые имеются в книгах некоторых. И сегодня я их зачитаю просто, которые соответствуют действительности. Я думаю, что многим из вас это будет интересно. Может быть, кто-то из вас даже не читал таких книг, кто-то читал, у кого-то сомнения какие-то были. Итак, закон Бога, закон единого, закон высшего водительства. Все во Вселенной создано Богом, Творцом, Абсолютом, Высшим Разумом. То есть с этим утверждением можно согласиться. Нас вели по пути эволюции, наблюдали, направляли, давали знания законов космоса через мировые религии и философские трактаты. На самом деле, да, я это подтверждаю, много раз мы это узнавали, что базовые знания идут в даче с философией, мировые религии. И когда к нам некоторые люди такие, ну, фанатики, скажем так, обращаются религиозные, им тоже не запрещают этим заниматься, но просто человек должен через это пройти. То есть должен ходить в церковь, молиться, ошибаться, набивать шишки. И в то же время это самая базовая ступень, когда человек также призывает других людей идти к Богу через церковь. То есть это первый шаг. Нельзя сразу все осознать и понять. То есть нужно время какое-то. Посылали на Землю своих посланников, чтобы помочь новому витку эволюции наших сознаний. И снова высшие силы дают новые знания для выполнения эволюционных задач, достижения мира и гармонии на Земле. То есть это соответствует действительности. Не убавить, не прибавить. Второй закон. Закон эволюции. Во Вселенной ничего не стоит на месте. Все развивается, а что не развивается, самоуничтожается. То есть это тоже соответствует действительности. Подтверждаем, мы это спрашивали. Третий закон. Закон иерархии. Все во Вселенной и космосе подчинено одной цели. Развитию и совершенствованию. Но развитие было бы невозможным, если бы не существовало закон иерархии. Высшее ведет низшее, просвещая и направляя, а низшее почитает высшее. То есть даже в некоторых религиях, в том числе в исламе, осталось это, что младший брат почитает старшего брата, старший брат или средний брат почитает более старшего брата. Почитает дети, отцов, матерей, дедов и так далее, прадедов. То есть есть строгая иерархия подчинения. То есть видите, некоторые знания и даже в религиях остаются. То есть я считаю это правильно. У каждой души есть свои учителя, их несколько. У тех учителей еще есть учителя. Над ними еще учителя, так до бесконечности. То есть нас всегда кто-то будет вести, так как при развитии мы попадаем в новые миры, новые законы и все равно нам нужно помогать. Об этом я много раз говорил, сейчас я не буду останавливаться. Четвертый. Закон любви и гармонии. Энергия любви нас соединяет и гармонизирует. Все законы построены на законе любви и гармонии. Бог есть любовь. Любовь уравновешивает и нейтрализует все вибрации хаоса. Да, любовь это такое интересное понятие. В нашем мире мы все сводим к эмоциям и чувствам. Но я думаю, что любовь все-таки это над чувствами и эмоциями. То есть если взять слово любовь, то для нас и для каждого из нас оно представляет себе определенные чувства и понятия. То есть так же как счастье, так же как и Бог для каждого это свое. Так же любовь. То есть у высших любовь это одно, у нас это другое. Но я считаю, что любовь, она везде есть, существует и будет существовать. Только у каждого свое. Каждый человек вкладывает свое понятие в это. То есть это очень, конечно, важно. На каждой ступени развития для нас наши мысли, любовь, оно будет немножко соответствовать разным вещам. Это нормально. Мы развиваемся. Закон спирали. Развитие в космосе происходит спирально, проявляясь от форм низших до форм более совершенных. Если это движение эволюционно и наоборот, если оно инволюционно, оно движется по спирали вниз. То есть все вы знаете, особенно те, кто много читал, сам уже контактирует с сущностями. Мы не только постоянно поднимаемся вверх, но мы часто еще опускаемся. То есть постоянно мигрировая с планеты на планету, с одного мира в другой мир. Поэтому мы можем подниматься до какой-то ступени, потом чего-то нам не хватает, либо мы наказываемся, либо еще по каким-то причинам, либо отдохнуть уже надо, мы просто спускаемся в какой-то определенный мир. Живем в этом мире. На самом деле есть клиенты, которые сюда ко мне обращались. С 17-го измерения приходили, из 20-го, из более высших измерений. То есть они вместе с нами живут на этой земле. И потом опять через какое-то время, как они отдохнули здесь, или еще по каким-то причинам, раз они обратно наверх поднимаются. Так, закон соответствия или аналогия. Закон гласит, как вверху, так и внизу, как внизу, так и наверху. Все в нашей земной жизни соответствует тому, что заложено в высших мирах. И наоборот, любое явление высших миров находит отзыв здесь, на Земле. Основные космические законы для всех едины, как бы, и в параллельных измерениях, и в высших измерениях, и в низших. Но, естественно, есть нюансы. Для каждого мира свои законы. А в общем, законы для всех едины. То есть, это очень важно. То есть, постоянно спрашивают, а кто это все придумал? А как это все строится? Ребята, я с удовольствием ответил на все ваши вопросы, но, как некоторые, иногда заходят ко мне на страничку очень такие продвинутые люди, скажем так, в кавычках, которые себя считают, типа, они все знают, а ты червь какой-то. Ты червь, говорят. Ты не можешь рассуждать об этом. Ты никто. И начинают там писать, ты наработаешь карму за то, что ты говоришь, ты там то-то, то-то сделаешь. Таких хватает тоже недоброжелателей. Нормальный человек такие вещи никак писать не будет. Посмотрев 2-3 видео, с какими-то вещами эти люди не согласны, начинают гадости какие-то заливать. Ты не можешь рассуждать, ты никто, ты идешь в сторону богов, ты такой-сякой, ну и так далее. То есть, такие люди, они везде встречаются, либо зависть, либо то, что они там не достигли в течение всей жизни, а тут вдруг маленький ребенок там, который находится рядом со мной, достиг многого и может в таких вещах рассуждать. Единственное, да, минус – это незнание хорошо русского языка. Это очень важно, конечно, что в высших мирах есть те же законы, и это является проекцией на наши меры, только в мини таком, в мини-проекции. И мы здесь учимся любить животный мир, растительный мир, минеральное царство, относиться к планете и друг к другу с позитивом, с пониманием. Ну, конечно, не всегда получается, даже у меня, я не являюсь святым каким-то, гуру, учителем, я это много раз говорил. То, что я пытаюсь найти, я стараюсь с вами поделиться максимально. Насколько это возможно, чтобы вам не навредить и так далее. Никакой кармы мы не наработаем, с Анастасией, я это уже много раз спрашивал у разных сущностей, так что смело идем дальше. Закон ритма и цикла. Все во Вселенной подвержено ритмом и циклу. Каждое явление в мироздании имеет начало и конец. Цикл – это круг. Какого-либо явления или действия чередования повторяющихся циклов образует ритм. Да, это тоже я подтверждаю. Все вот это, оно наводит нас на мысли, что все движется по кругу. Но кругов очень много. То есть человек идет по кругу, например, проходит с первого раза этот круг, у него все получается, выходит на следующий круг. Потом третий, четвертый, так до бесконечности. Но если человек, допустим, по каким-то причинам либо наработал карму, завязал какие-то космические, кармические узелки здесь, он возвращается опять сюда. Либо он не выполнил свою программу, либо что-то еще произошло. То есть факторы, которые друг на друга накладываются, очень много. Либо все вместе. И он возвращается обратно на этот круг. То есть повторяться, будет ходить по этим кругам развития колесо сансары, как угодно можно называть. Круги. Будет ходить столько времени, сколько ему нужно, чтобы он дальше прошел. Чтобы и учителя посчитали, что он это выполнил. И так далее. И естественно, эти круги, они везде есть. Маленькие, большие. И в высших измерениях, и в наших измерениях. Восьмой закон. Закон кармы. Незыблемый закон космической справедливости. Основной принцип закона нет следствия без причины. Какова причина, таково следствие. Данный закон устанавливают ответственность за все действия человека, которым сделал или не сделал. Жизнь человека, его удача и неудача, счастье и несчастье, следствие, порожденное самим человеком. Закон кармы и вообще карма очень интересная тема. То есть я бы сказал, это одно из самых основных вещей, которые нас окружают. Наши действия, что мы думаем, как мы делаем, что мы говорим, это очень важно. За каждый наш поступок мы отвечаем. Либо мы себе нарабатываем обратную карму, либо мы нарабатываем прямую карму. Тема безграничная. То есть вся наша жизнь, ее можно разложить на обратную карму и на карму, которую мы нарабатываем, за которую мы будем нести ответственность. как бы вы ни назвали, карма, расплата, наказание. То есть это все не меняет смысла, то есть как бы мы не представляли. Слагаемое от этого сумма не поменяется. Нужно просто понимать, что за каждое наше действие нужно отвечать. И я буду стараться периодически делать лекции о карме. Я уже много-много говорил, что да-да-да, я буду, да-да-да, я буду. Но эта тема очень непростая и хочется вам сразу за один раз больше дать. Конечно же, вопросов и у меня много остается открытых, и у вас много открытых вопросов остается. Потому что все это разрознено везде, в разных книгах по-разному написано, есть какие-то искажения, естественно, это понятно. Это нормально, мы все ищем, мы развиваемся. Закон перевоплощения. В ходе космической эволюции любая форма жизни перевоплощается из старой формы в новую. Да, там и включительно. Жизнь развивается бесконечно. Это закон реинкарнации. Да, я согласен, что жизнь, она развивается бесконечно. Мы развиваемся бесконечно. То есть, как Анастасия раньше говорила, есть уровни, как компьютерные игры. То есть, сначала мы развиваем одно видение, потом другое видение, потом глубже видение, так до бесконечности. Человеческий мозг, он не может, конечно, все объять необъятно и понять. Мы пытаемся залезть куда-то в высшие измерения, посмотреть, как они там живут, понять. Но этих миров миллионы, миллиарды, триллионы цифр, нулей этих бесконечных. Только у нас на Земле отдельно 34 мира существуют. Куча разных цивилизаций. И мы хотим понять, что везде находится. То есть, человеку это недоступно. Хотя бы разобраться вот то, что под ногами есть. Хотя бы сперва. Те люди, которые там, может быть, более развитые, чем мы, пожалуйста, они там уже вам про инопланетян конкретных рассказывают. Мне пока это меньше интересно. То есть, у каждого какая-то своя тематика. Когда я дозрею конкретно для инопланетян, я буду про них отдельно рассказывать. Такая группа инопланетян, они так-то живут, у них то-то, они так-то развиваются, у них такая-то растительность, у них это есть, а этого нет. Сравнивать с нашими. А нам пока понять бы, как нам бы жить и как развиваться, чтобы туда быстрее попасть в высшие измерения и не задержаться здесь по причине кармы и так далее, других вещей. Закон пар противоположностей, полярности. Любое явление во Вселенной имеет два противоположных начала, которые являются главным условием существования вещи едины. День, ночь равняются сутки. Мужчина тире женщина равняется человек. Да, есть закон противоположностей, я подтверждаю, мы это спрашивали. Конечно же, не во всех мирах действуют стопроцентные эти законы. Какие-то законы больше на наш мир распространяются и подобные нам миры и планеты в более высших измерениях допустим нету мужчины и женщины бесполые, там потом энергетические шары как бы тоже бесполые имеются в высших измерениях. В некоторых измерениях нет день и ночь не меняется, то есть все это тоже сугубо индивидуально, но для большинства как вот наших мир это да, это работает. Я бы сказал, есть основные законы, которые для всех, есть подзаконы, которые именно прописаны для каждого мира, планеты и так далее. Закон свободной воли. Каждый человек в любой жизненной ситуации стоит перед выбором и этот выбор зависит только от него соответственно. Каждый несет ответственность за свои решения и действия. Никто не имеет права подавлять волю другого человека. Силы света никогда не принуждают личность, никто не вторгается в карму человека и человечества. Они наблюдают и направляют, не вторгаются в жизнь закон свободной воли. Нинару Шим Но силы тьмы этот закон часто нарушает, принуждая человека со слабой волей творить угодно им. Да, мы подтверждали этот закон, но есть нюансы, понимаете, есть всегда нюансы, есть исключения. Сейчас я не буду о всех исключениях говорить. Закон свободной воли. Вы знаете, вот если взять, допустим, пример, меня с Анастасией, как мы взаимодействуем, то есть если я часто, например, говорю, Настя, надо работать там, либо клиенты, либо нужно там для канала сделать, когда у нее есть настроение, она с удовольствием делает, когда я немножко ее принуждаю, естественно, она сопротивляется, это понятно, то есть многие мне об этом пишут, люди как бы, но это мой выбор, ее выбор, то есть мы с ней взаимодействуем. Когда я спрашиваю, я правильно сделал, что ее поставил на этот путь развития, мне говорят, что правильно, все в порядке, как бы это будет обратная карма нарабатываться, то есть это бонус, как бы. Если, допустим, да, в таком возрасте это уже личность, душа очень развитая, в предыдущих воплощениях у нее большие наработки были. Есть моменты, когда, да, нельзя заставлять, допустим, вот человек пьет, например, в вашей семье, но у нее прописано духовное развитие, человек немножко заблудился в этой жизни. Просто простой пример, вот вы подходите к нему, он говорит, я не хочу, иди там отсюда, там жена моя, иди занимайся своими делами, там, а я не хочу, я хочу жить вот так-то, так-то, так-то. И получается дилемма, либо вы его заставляете, получается, да, давите на него, но если вы не будете давить на него и заставлять его, он проиграет эту жизнь. Вы что выбираете? Немножко поддавить на него? Вроде бы и карма должна наработаться, и с другой стороны вы вроде бы его с болота вытаскиваете и направляете на его путь, и вдруг нарабатывается обратная карма. То есть получается ноль. То есть вы вроде наработали, сразу же отработали, то есть получается баланс такой. То есть нужно всегда понимать, что вы делаете. Иногда надо все-таки передавить немножко, чтобы процесс пошел, а иногда не додавить. А иногда промолчать и вообще оставить эту ситуацию То есть ситуация этих миллиарды И в каждой ситуации надо разбираться То есть понимать Что больше вы делаете, положительно или отрицательно То есть есть моменты, когда надо выбор давать человеку Есть моменты, что человек просто заснул глубоко И никак не может проснуться, не выйти из матрицы То есть в таком случае надо немножко помочь Особенно если он рядом с вами находится Вы это все прошли, это вы видите со стороны Да Поэтому здесь Нельзя однозначно сказать Каждую ситуацию надо рассматривать отдельно Так, далее Еще не забывайте, что все люди, они по-разному развиты Иногда вы разговариваете как со стеной Я часто приводил эти примеры, как с бетонной стеной То есть человек готов отстаивать Свою позицию с кулаками, с оружием в руках То есть когда люди говорят что-то другое А человек не готов к такой информации Но не надо говорить резко Не надо вмешиваться в его сознание резко Или в ее То есть то, что я даю на канале Либо вы это принимаете, либо не принимаете Какие-то гадости, я считаю писать не надо Я допустим не захожу на какие-то каналы Вижу, что это не правда, гадости же никому не пишу Например То есть если человек не готов, не надо глупости писать Нужно просто учиться Если вы никогда с этим не сталкивались Я рекомендую вам учиться Очень глубоко И плодотворно Выделить для этого времени Отпуск какой-то, сесть немножко Потому что, как правило Темные силы создают такие условия на земле Чтобы мы все работали У нас семьи у всех были Нам некогда этим заниматься Большинству людей Очень высоких духовных раз Даже семьи не нужны И дети, они мешают им Духовно развиваться Закон равновесия Любая вещь, событие, явление Имеет два противоположных полюса В центральной точке которых Находится великое спокойствие Точка равновесия Да, это тоже я подтверждаю Закон равновесия То есть мы должны Всегда находиться в гармонии с собой С природой С другими людьми То есть если мы Это о чем я и говорил тогда То есть духовно и материально То есть всем мы иногда Впадаем в крайности Это нормально Кто-то в большей степени Кто-то в меньшей степени Кто-то ударяется в материальное Уходит от духовного Семья образуется, бытовуха И у меня такие вещи бывают в жизни Периодически Я всегда ловлю себя на мысли Что нужно уметь И в зал успеть сходить И семьей позаниматься И к друзьям съездить И духовно позаниматься С собой естественно Делать себе внимание Когда начинаешь Были такие моменты в жизни Когда не нужно было работать Были деньги Было время Никто меня не трогал Особенно за границей И с утра до вечера Начинаешь заниматься Фрукторианством Голоданием Еще что-то Пытаешься Лежать В медитации С сутками Когда заносить Начинает Да Но это лишь какое-то время Чтоб что-то просто почувствовать То есть Уйти в эту сторону Почувствовал Потом вернулся В другую сторону Почувствовал А потом ищешь в себе баланс Чтобы было 50 на 50 Примерно То есть Это очень важно Все-таки Мы в физическом мире живем Закон сохранения информации Все Заносится в книгу жизни Информация в космосе Не утрачивается В любой момент Ее можно получить Да Согласен Закон сохранения информации В воде Сохраняется вся информация Как в биологическом компьютере В информационном поле Земли Сохраняется Одно дело Как ее изъять Оттуда и достать Это уже другой вопрос То есть Такие тоже лекции будут То есть Мы будем тоже Узнавать об этом Очень много информации И так далее Существует Всем все Сразу хочется На блюдечке Но к сожалению Такого не бывает Одному человеку Больше информации Дано Вытянуть И с вами поделиться Кто-то вообще Не делится Кто-то боится Кто-то не хочет Кто-то перепроверяет Кому-то недоступны Эти перепроверки Кто-то перепроверяет У него вообще Все разное получается Поэтому Есть профессионалы Контактера Которым доступно Больше Чем обычным Людям Закон созвучия Один из величайших Космических законов Он универсален Этот закон Управляет миром Подобное Притягивает подобное Подобное Познается подобным Да Я согласен Как зеркало Фактически Закон жертвы Все в мироздании Подчиняется Закону эволюции Но невозможна эволюция Без жертв Чтобы достичь Чего-либо необходимо Чем-либо необходимо Пожертвовать Лично Этот закон Очень интересен Каждый человек Я думаю Проходил через него Опять же таки Говорю Что бывает так Что У людей Есть карма Наверное Я все-таки Отдельно Про это сделаю Видеолекцию Когда У человека Есть карма Но в то же время Он должен Духовно развиваться И сущности смотрят Чем пожертвовать Вот В этой ситуации Либо избавить ее частично От кармы Чтобы он продолжил Духовно развиваться Либо Оставить карму И человек тогда Не сможет развиваться Либо Когда У человека Есть семья Например И у нее в плане Прописано Духовное развитие И семья его тянет То есть дети Допустим Муж Либо жена Которая мешает развиваться Тогда приходится Оставлять эту семью Чем-то жертвовать И дальше Духовно развиваться И вроде бы Жалко их То есть Сила привычки И детей Как бы И жену Либо Мужа Человек оставляет Семью Продолжает Допустим Развиваться То есть Для высших сил Это более правильное решение То есть Это жертва Таких примеров Можно массу Приводить То есть Каждый знает Свою жизнь Если он разложит По крупиночкам Свою жизнь Он прекрасно будет понимать Что это реально есть Закон симметричности Планов бытия Закон симметричности Лежит в основе Всех творений Природы Каждый слой План существования Симметричен Все мироздание Все мироздание Имеет свое Симметричное строение И число 7 Считается Сокровенным И буквально Пронизывает Всю нашу жизнь А здесь А здесь Насколько я вспоминаю Не только число 7 Является Есть несколько чисел Которые Используются По строению Вселенной Галактики Миров И так далее То есть Вот недавно Мы сделали Ченнелинг Он появится Чуть позже Внутри земли Вот Кто смотрел Видео О плоской земле У других людей Земля не плоская Она шарообразная И причем Очень ровная И там Вот Говорил Вот 7 Или 8 Слоев Вниз На самом деле Их 12 Вот видите 12 здесь встречается То есть Не всегда Цифра 7 Является Основополагающей Для всего То есть Все гораздо сложнее Устроено Для определенной цели Одни цифры Используют Другие Другие И так далее Но закон Симметричности Планов бытия Есть И подтверждаю Закон Сохранения Энергии Если Хочешь Что-то Воплотить В жизни Сохраняй Энергию Да Я с этим Согласен То есть Когда человек Нарабатывает Карму Когда человек Разбрасывает Свою энергию Налево Направо Когда человек Отклоняется От своей программы То есть Вот это все Разбрасывание Энергии Энергию нужно Сохранять Но Не до такой степени Что прямо Все Прямо Не капли Допустим Спермы На землю Не капни То есть Это уже перебор Есть везде Золотая середина Человек Человек Когда медитирует Человек Когда правильно Питается Он тоже Не теряет Энергию То есть Он сохраняет Ту энергию Которую Данная Ему При рождении Определенное Количество То есть Это очень важно Когда Допустим Наши близкие Выполнившие Программу Умирают В срок Они дают Энергию Если же Наши близкие Умирают Раньше То у них Сохраняется Огромное Количество Энергии Они также Могут Делиться Этой Энергией Долгое Время Гораздо Дольше Чем Те же Родственники Которые Исчерпали Эту энергию Еще плюс Когда мы Подвержены Различным Эгрегорам Когда Нас Зацепили Темные Силы Взяли На крючок При Физической Смерти Нашего Тела У нас Эта Энергия Не остается Вообще И мы Не можем Делиться Закон Равенства То есть Если нам Дали энергию То и мы Должны Дать Эту энергию Кому-то То есть Энергия Просто так Она Не исчезает Даже При Общении С сущностями Они От нас Забирают Энергию И нам Дают Знания Закон Равенства Дорога Открыта Не для Избранных А для Каждого И Предоставлены Одинаковые Условия Для Творчества Развития И Проявления Воли Да Я это Подтверждаю Есть Знания Когда Они Открываются Определенным Людям При Достижении Определенного Духовного Развития И При Постижении Эти Знаний Мы Движемся Дальше То есть Вы Даже Можете Всю Жизнь Проанализировать Когда Вы Спали Глубоко Когда Я Спал Глубоко Что Смотрите Налево Направо Под Более Широким Углом Уже Видите Ситуацию Начинаете Духовно Развиваться По-другому Относитесь К планете К деревьям К растениям К животным К другим Людям К себе К работе Ко всему Совершенно По-другому И Это Будет Меняться На протяжении Всей Вашей Жизни И Дальнейших Жизней Да Мы Равны Вот Умирают Президент Умираю Я Умирают Еще Кто-то Мы Все Равны И Смотрят Кто Выполнил Программу Кто Не Выполнил Программу Тем Человек Занимался Ничем Человек Занимался На самом деле Мы Перед Нашими Учителями Перед Законами Космическими Мы Все Равны То есть Нет Кого-то Вот Ты президент Для тебя Все А ты Не Президент Тебя Вниз Туда Такого Нет Закон Ответственности Ответственность За правильное Применение Знаний Властью Или Энергии То есть Когда Конечно Человека Наделяют Какими-то Знаниями Человек Обладает Какими-то Сверхспособностями Он Ответственный За свою Жизнь За жизнь Тех Людей Которым Он Дает Информацию Которых Он Учит Которые Рядом С Ним Находятся Ответственность Конечно Всегда Есть В нашей Жизни Когда Человек Я Всегда Считал У меня Интуитивно Было Что Человек Который Приходит К власти Он Должен Жертвовать Собо Он Должен Понимать Что Ты Можешь Помочь Большинству Людей Хотя Бо В своей Стране Чем Выше Вот Это Пост Власти Тем Больше Возможностей У Человек Они Те Сами Относится К темным Которые Хапают Все Которые Не видят Ничего Кроме Себя Своей Семьи Вот Я Себе Сейчас Захапаю А Другим Людям Которые Внизу Находятся Я Ничего Не Дам То есть Нужно Развивать Ты Пришел К власти Развивай Давай Людям Если Ты Это Не Делаешь Ты Будешь Наказан Вот Эта Карма Нарабатывается Конкретно То есть Нужно Понимать Кто Есть Кто В этой Жизни Кто Чем Занимается Я Например Кладу Руку На сердце И Говорю Что Я Даю Ту Информацию Которая Нам Сегодня Доступна Стараюсь С вами Поделиться Отцой Души У меня Нет Ни Одного Процента Что Я Хочу Кого Обмануть Сделать Видео Симпатичнее Красивее Приврать Что Там Фантазировать Такого У меня Писать Какие-то Гадости Например Я Уверен На сто Процентов Что Вот Они Больше К темным Относятся И Которые Пытаются Оттянуть На себя Там Что У меня Например Такого Нет Я могу Завтра Закрыть Канал И уйти Как бы И меня Не будет Не звездить Там Ничего Что Вот Я Там Такой То Обязательно Мне Камеру Дайте Я Хочу С кем Разговаривать Есть Ответственность Да Закон Первого Шага Дверь Открывается Только Стучащему И Первый Шаг Делается Кто В Развитии Ниже И Тогда Помощь Оказывается Непременной Не Применено Теми Кто Стоит Выше В Развитии Вот Этот Закон Опять же Говорю Если У Человека Есть Желание То С помощью Этого Желания Можно Достичь Очень Многого Даже Человек Если Выполнил Программу У него Есть Желание Дальше Развиваться Ему Дополнительно Прописывают Человек Открыл Третий Глаз У него Есть Желание Ясновидения Ему Дают Программе Ясновидение Человека Там Допустим Карма И он Очень Сильно Хочет Ее Отработать Ему Дают Возможность Отработать Ее Человек Хочет Чему-то Научиться Ему На пути Встречаются Такие Люди Которые Ему Могут Подсказать Куда Дальше Двигаться В каком Направлении И Такие Люди Мне Очень Часто Пишут Которые Допустим Во сне Увидели Что Ему Кто-то Поможет Наяву Ангел Пришел В виде Какой-то Сущности Какие-то Подсказки То есть Таких Людей Мне Очень Много Таких Как Я Очень Много Через Которых Человек Получает Свой Ответ Куда Надо Ему Двигаться Тем Более Мы Работаем Индивидуально Это Очень Важно Я Считаю Это Самое Основное Закон Первого Шага Дверь Открывается Только Стучащими Это Я Сказал И Последний Закон Который Мы Сейчас Будем Разбирать Это Закон Триады Эволюция Личности С чем То Можно Согласиться С чем То Можно Не Согласиться Смотря С Какой Стороны Посмотреть Про Любовь Мы Уже Говорили Что Любовь Она Существует Но Каждый Вкладывает В Это Понятие Свое Знание Знания Бывают Разные Об Этому Я Постоянно У себя На Канале Говорю Есть Люди Которые Занимаются Контактированием Но У них Мало Представлений На Сам Электрических О чем То Не Рассуждать Им Сложно Есть Допустим Знания О Космосе О Космических Законах Все Все Знания Разные Каждый Человек Заточен Под Своё Борьба Все Мы Боремся Всегда С чем То Против Системы С 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 Друзьями В Хорошем Смысле И В Плохом Смысле С Страдания Да Многие из нас Страдают То есть Кто-то Воспринимает Этот мир Как Тюрьму Кто-то Воспринимает Его Чуть По-другому Кто-то Воспринимает Через Страдания И Я Через Это Приходил И Вы Многие Проходите То есть Можно Это Все Смотреть С Разных Сторон И Таким Образум Мы Этих Космических Очень Много На самом Деле И Если Эта Лекция Кому-то Понравилась Впоследствии Мы Продолжим Снимать На эти Темы Лекции Вопросов На самом Деле Очень Много У меня Еще Не Отвеченность Накопилась И От Вас Вопросов По Мере Возможно Мы Будем На Них Отвечать И В Виде Отдельных Ченнелингов И В Виде Вопросов Как Раньше Было Одним Одно Нравится Другим Другое Нравится Кто-то Говорит Надо Так Снимать Кто-то Говорит Надо Так Снимать Когда Я Начинал Писать Под Ченнелингов Мне Писали Не Надо Писать Это Плохо Когда Я Не Пишу Настя Когда В таком Состоянии Находится Она Не Может Громко Говорить У Меня Стоит Профессиональная Камера Стоит Микрофон Профессиональный Даже Он Не Может Слышать Сюда Когда Вешаем Тоже Не Будет Слышно Поверьте Мне Мы Это Тоже Пробовали Пробовали По-разному Поэтому Вопрос Вкуса Вопрос Аппаратуры Вашей Которая У вас Дома Это Тоже Играет Заканчиваю Эту Видеолекцию Думаю Было Интересно Пишите Комментарии Всего Самого Доброго До Свидания